Я уборкой занимаюсь, и заодно как раз... Так, погодите, я настрою фокус опять. Не очень, конечно, видно, что это фокус, но тем не менее, говорю, села, занялась там, не знаю, бюджетом нашим и счетами, и всё такое. Вот, когда, помните, берём книжки в библиотеке, здесь, я не знаю, в России в многих библиотеках такое есть, но здесь можно пойти на свой аккаунт в библиотеке, да, и посмотреть вот эти все фильмы и книги, которые у нас лежат, которые у нас дома есть, и которые нужно было принести туда 8 мая. Но мы не знали, как бы, 8, хотя 8 у нас выходной, но посмотрим, как бы, нам нужно было принести их туда, я не знала, что успеем мы или не успеем, сегодня уже 2 мая, и здесь есть такая функция, то есть можно выделить все книжки и, ну, как бы, перезаписать их на себя. И вот, видите, как бы, все книжки перезаписаны, то есть теперь у нас до 23 мая, как бы, можно спокойно нанести. Также можно позвонить, и вас, например, вот здесь пишут, то есть если вы берёте книги или фильмы, или какие-нибудь, там, не знаю, диски с играми, которые стоят, то есть, знаете, как в аренду, да, то вот здесь у вас будет написано, сколько денег вы должны за эти книжки, то есть вам не нужно там куда-то. Можно позвонить в библиотеку, а можно вот просто на сайте посмотреть, сколько у вас за должность, так скажем, вот сейчас у нас по нулям, 19 всяких различных штук у нас взято, вот, то есть здесь написано, сколько, видите, нужно заплатить, сколько можно здесь в поиске задать книжку какую-нибудь, какую вы ищете, или фильм, найти её, то есть вам найдут, что она есть в списке библиотеки, она назначена, как бы, или как там записана, и всё, потом её просто себе добавляешь, вот сюда, и вам напишут, что окей, типа, такого-то числа вам привезут эту книжку, то есть просто приедете, заберёте. Так что вот, такая прикольная вещь, я просто думала показать, и спросить, есть ли у нас такое, потому что у нас в маленьком нашем посёлке такого не было. Всем привет, сегодня, не знаю, наверное, день посередине какого-нибудь видео, сегодня у нас 2 мая, мы заплатили последнюю аренду за этот дом, то есть всё, после этого месяца у нас негде жить, то есть негде жить, так нельзя говорить. Мы будем жить в другом месте, вот, так, наверное, будет правильно. Сегодня у меня день, чё я всё чешусь? Сегодня день уборочный, потому что вчера я делала видео, вчера я, как бы, занималась дома всякими цифровыми делами, сегодня мы съездили, заплатили аренду, пришлось брать такси, за такси мы заплатили здесь каждые пол, не пол мили, а четверть мили, сами там уже посчитайте, сколько, каждые четверть мили 2 центов стоит. То есть мы заплатили довольно-таки дорого, мне кажется, 20 долларов за такси, но тем не менее, зато мы распрощались с этой арендой, и теперь уже можно спокойно дышать. Вот, у меня второй заход, две недели назад, да, я делала суп, этот борщ, сегодня опять я делала борщ, сейчас темно, ничего не видно, но вот там сейчас картофель и свёкла доходят, готовятся. Всё, в принципе, потом сейчас пойду, чё ещё буду делать? Я, в принципе, только уборкой занимаюсь, поэтому сейчас всё убрала, пропылесосила, доделаю, доготовлю ужин, и затем у меня... Наверное, 3-4 видео сегодня доделается, успеется, ну, наверное, не 3-4, но 2-3 точно, поэтому надеюсь, будут они выходить почаще. Да, всё. Сегодня на улице вообще абсолютная бякость какая-то, очень холодно сегодня было на улице, наверное, градусов, я даже не знаю, плюс 1, ну, очень холодный ветер и... прям противно. Зато берёзка вся цветёт и пахнет, уныли аллергии начались, ну, уже, в принципе, они давно идут, потому что всё цветёт, но... бедненький мой. Пойдёмте опять почту проверим. Ну, смотрите, какое всё серое. Мне вообще не нравится, когда... эм... Как это называется? Когда... Небо такое фиолетово-серое, это самая... ужасная погода, значит. Опять не на почта. Смотрите-ка, у меня... ээ... куча почты, которая мне наношит имя. Круто, да? Первая в этом году и последняя в этом доме... по стрижке газона, надеюсь. Смотрите, какая трава пушистая, зелёная и всё. Вообще, мой самый любимый сезон, когда всё расцвело и такое всё неоново-зелёное. Клёво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я вроде же показывала в других это каких-то видео. что вот так редактируются именно различные серьёзные видео, типа Россия и США, различия, отличия. Поэтому, видите, уже прошло 2,5 часа, осталось ещё 4,5. И из-за этой программы я не люблю, когда она срывается, поэтому приходится использовать компьютеры другие, чтобы делать другие важные дела. А этот компьютер занят всегда вот этими программами, поэтому часто нет времени просто сесть и отредактировать видео. Пожарные, скорые. Вот, то есть, когда звонишь 911, они вызывают сразу тебе 3 машины, то есть это будет пожарная, служба, скорая и полиция приедет. Ну и там они уже дальше сами с собой разберутся, кого было нужно. Что же, кто спрашивает, показывает еду, что мы готовим. Ничего особенного я вообще не готовлю. Ну, очень редко, потому что нет времени. Поэтому сегодня, например, просто будут спагетти. Вот такие вот обычные спагетти. Это что у нас, говядина. Сюда добавляю обычно перец, различные зелени, томаты, томатную пасту. И всё. Решила сегодня, в общем, поиздеваться. Копалась в этот, в шкафу и нашла сырный соус. Вот, поэтому перец, стручковый горох, сырный соус, молоко, горячая вода. Сейчас это всё закипит. И потом можно будет добавлять макароны. Спагетти вот такие вот обычные, длинные. Кому как интересно. Можете обычные, там, не знаю, хоть рожки, хоть любой вид макарон, в общем. Ну и, конечно же, печенюшки. У меня появилась новая... Как это по-русски? Не обсессия, а новая... Короче, не могу. Я уже, наверное, третий день. Ем вот эти вот читос. Сырные просто, вот эти вот палочки кукурузные. Боже мой, они такие вкусные. У меня как-то раньше вообще не было... Я вообще люблю кукурузные чипсы. Но почему-то последнее, наверное, когда позавчера, Инель принёс с работы острый читос. Они, блин, настолько острые, но настолько вкусные, что, короче, я попросила у него вчера вот эту вот большую пачку. И теперь я их ем уже второй день подряд. Кстати, я не знаю, есть ли на упаковках в России вот такая информация написана, что вот эти вот читос нужно, чтобы наесться, съесть всего 21 штучку. То есть 21 чипсину съесть и уже наешься. Я сохраняла... Сохраняла я видео. У меня выключился компьютер. Делаю теперь обновление. Молодец вообще. Всем привет. Не знаю, будет ли это включено во влог, но, короче, сейчас я загружаю видео. У меня... Какого числа? 1 числа, 1 мая я загружала видео, вернее, делала видео после того, как здесь сняла два... Россия и США. Короче, в этом видео я... После этого видео, вернее, я поставила эту маленькую камеру на тройпод. И пока делала на кухне свои дела, записала большое длинное видео, наверное, минут на 28, о детях, короче, о том, как... Чему вообще воспитывают, чему учат детей в Америке, как их воспитывают. Что-то еще, короче, много всего я там рассказывала. А, за всякие... За магазины. Я, в общем, себя сейчас это себе запишу, чтобы потом знать, о чем говорить, потому что действительно, как бы, у меня тогда не то, чтобы накипело, но как раз-таки на... На днях как раз были все эти, как бы, ну, ситуации, с которыми я встречалась. И думала, про них расскажу, про то, как я редактирую видео, то, что мне пишут, про то, что... Кого я удаляю, кого не удаляю. Поэтому, да, сейчас, в общем, себе запишу этот небольшой клип, чтобы вспомнить, о чем я говорила. И, наверное... И, наверное, завтра я... Опять соберусь и запишу вот такие... Видео... Это видео еще раз, потому что... Я не поняла, что случилось, но... Я, получается, записала все. Долго разговаривала. То есть, все вместе получилось на минут 40. А потом я сделала, получается, нарезку, да, обрезку этих всех маленьких-маленьких клипов. И там ничего не раз... Ну, вернее, осталось на 28 минут. И начала загружать на YouTube, хотя все написано, как бы, в файл формата MP4. И нифига не загрузилось. Получается, написано, что такой формат не читается, у вас формат не читается, что-то там неправильно. И, короче, ничего не загрузилось. Так что, да, не весело. Но, тем не менее. Поэтому буду еще раз перезаписывать. Потому что там интересно про TripStore или эти магазины, секонд-хенды. Так что, да, посмотрим. В следующем видео я вам все это расскажу. Так вот, в общем, о чем я. Всем привет. Пришла из магазина и решила все-таки записать, пока помню, о чем это было видео. Да, что приключилось. В общем, первое число я записала два видео. Россия и Америка. Различия. И потом, думаю, пока стояла, делала свои дела на кухне. Думаю записать видео. О том вообще, что меня, какие вопросы спрашивают. Сейчас, соответственно, я уже, конечно же, не помню вообще половину, наверное, того, о чем я там разговаривала. Но, тем не менее, я помню, да, прошло всего пять дней. Но у меня вот такое, как бы, не то чтобы, ну не знаю, правило, да, что я, получается, сохраняю видео. И затем, после того, как оно сохранилось на, вернее, в программе Movie Maker, да, я проверяю, обычно, то есть открываю, если видео играют, все нормально, то я удаляю все эти клипы, которые были на фотоаппарате. Здесь я удалила эти клипы, смотрю я на корзину, получается, и говорю себе, что нужно проверить видео. И, короче, не проверив видео, удаляю эти клипы, и сегодня пытаюсь загрузить, то есть я хотела, чтобы это видео вышло восьмого числа, восьмого мая. Сейчас посмотрим, каким оно уже выйдет, какого мая оно выйдет, потому что, не знаю, короче, получится, но, тем не менее, будем надеяться, что восьмого мая это видео загрузится на эти все темы, которые я затрагивала в предыдущем видео, которые удалено. Продолжение следует...